всем привет сегодня мы немножко посмотрим и узнаем о анахарсисе скифский мудрец прибывший в грецию во времена салона со своим другом таксарис ему приписывает изобретение гончарного колеса и якоря а также игры в шашки много путешествовал был предательски убить своим братом савлия прославился как мудрец философ и сторонник умеренности во всем его причисляли к семи мудрецам и ему приписывались многие разумные изречения и изобретения существует более 50 изречений анахарсиса на разные темы размышления о поведении людей взаимоотношениях между людьми о защите собственного достоинства завести а значение языка о мореплавании о гимнастике политики общественном устройстве и так далее после возвращения скифи он по сведениям геродота был убит собственным братом за совершение иноземного и религиозного обряд повидал много стран и выкивал там свою мудрость как пишет геродот кстати имя анахарсис принял французский философ и революционер жан-батист клоц но теперь я хотел бы вам почитать немножко его высказывание высказывание этого мудрого человека виноградная лоза приносит три грозди грозь наслаждения грозь опьянения и гроздь омерзения злой человек похож на уголь если не жжет то чернит тебя лучше иметь одного другом многоценного чем многих малоценных какие из кораблей самой безопасной спросили на харсиса а он ответил вытащенный на берег на вопрос как не стать пьяницей он ответил иметь перед глазами пьяницу во всем его безобразие на вопрос кого больше живых или мертвых он переспросил а кем считать плывущих на вопрос что в человеке хорошо и дурно сразу анахарсис ответил язык первая чаша принадлежит жажде вторая веселье третье наслаждению четвертое безумие рынок это место наручно назначена чтобы обманывать и обкрадывать друг друга удивительно как при наличии пира пьют из малых чаш а с полными желудками из больших узнал что корабельные доски толщиной в четыре пальца анахарсис сказал что корабельщики плывут на четыре пальца от смерти ну вот немножко мы узнали сегодня о скирском мудреце анахарсисе который прославился как мудрец философ и сторонник умеренности во всем его причисляли к семи мудрецам все пока пока свидание и